всем привет всем привет кто связан с татуажем кому интересна тема остаются кому не интересно привет даже кому тема не интересно тихо выходим блокируем всякую ерунду поэтому можете даже не занимать свое время сейчас буду показывать как я выполняю технические осветления губ у меня уже были такие процедуры как бы не раз когда была цель именно осветление губ именно пигментированных губ именно губ с пигментом то есть те которые привет и те губы которые имеют пигментацию такую от природы вот это индусы всевозможные то есть но национальности да может быть или просто с возрастом губы стали то есть как бы темнеть более фиолетовыми что становиться до или коричневеть или сереть даже то есть но есть такая проблема то есть не всю жизнь на 20 лет вот и в общем то у меня такие ситуации были не раз и я думаю что было бы интересно мне с вами поделиться вот такой как бы практикой такой таким опытом я работаю продолжаю работать на стрекозе и рассказывать вам свой опыт если у вас есть какие-то интересные замечания по этой теме пишите кто работал с осветлением губ кто сталкивался с такой проблемой я сейчас вам расскажу то что делаю я итак к сожалению у меня фотография осталась на телефоне через которые сейчас хожу в трансляцию поэтому фотография у меня есть девочки последнюю работу которую я делала то есть цель осветления губ по именно с проблемой вот этой вот затемненности причем у нее верхняя губа затемненная такая сера синяя коричневатая какая-то но уже такая вот цвет изменен и нижняя губа совершенно розовый но похож такой же как у меня цвет а верхняя какая-то вот темная пигментированная даже вот вот с каким-то вот таким серым подтоном вот что что мы можем сделать естественно все знают что из цвета можно выбрать какой-то светлый тон но какой то есть светлый тон это вообще понятие растяжимое собственно колористика для кого-то вообще осталось загадкой кто-то до сих пор еще не понял так я хочу с вами тоже поделиться такой темой как уплотнение цвета да то есть вы можете использовать светлый пигмент на основе беже до буквально буквально вносить вот у меня пропадает картинка буквально вносить одну каплю в общий цвет для того чтобы сохранять цвет на губах после заживления чтобы он у вас не превращался прозрачность потому что как знают что есть цвета тот который укладывали на губы мы его практически потом не видим он прозрачный так вот для плотности цвета нужно использовать белила грубо говоря какие белила белила использовать опасно да все знают что много белил на губах это как мел да как замазка по губам то есть это очень опасно здесь то есть два хода первый ход это вы работаете только с помощью технического выполнения да то есть техничность процедуры это ваше умение штриховать то есть это ваше умение вести машинку так чтобы она вам оставляла цвет прям буквально вот буквально еле-еле сейчас я возьму цвет и попробую вам показать у меня темный цвет рядом оставьте плюсики кому интересно вообще эта тема просто если я чтобы я понимала если у меня на данный момент зритель по теме потому что записи трансляции это это истории все я ее скину на мой youtube можно будет там посмотреть сейчас я покажу по раскраскам что можно сделать поделюсь делюсь с вами может быть вы потом поделитесь тоже с кем-то ага вижу плюсы да значит значит есть кому напишите какой у вас опыт девчонки кому интересно кто плюсики поставил напишите сколько лет вы занимаетесь татуажем и делали были когда-нибудь осветление вообще работали ли вы когда-нибудь в этом в этом типе два года ага так мой зритель все зрители мои ученики это рубеж где-то плюс-минус два года опыта работы мне интересны эти коллеги мне хочется с ними делиться мне хочется с ними общаться с нулевиками тоже вот даже те кто не работал с губами все равно интересно работала персиком но не помогло возможно что персик был у тебя либо технически не уложен да то есть ты не уложил цвет либо он у тебя был очень как бы не содержал вот оксиды да то есть вот этот белый цвет не не содержал таким образом у тебя на выходе получилось ничего то есть ты не уплотнила цвет именно технически его не разложила так вот например у нас губы на сейчас я себе нарисую такой муляжик здесь направлю свою камеру чтобы зрители потом не потеряли смысл я здесь вот и вам тоже повернули не знаю девчонки насколько будет видно вот хочу показать то есть мы с вами работаем цветом светлым на основе как правильно стоит персика ну как он должно быть много белил то есть это какой цвет ну если говорить вообще про тату краски которые очень многие любят то есть это что-то такой вот печки вот я буду не показывать потому что это невозможно ничего не передаст на листочке сейчас я настрою свою стрекозку может кому-то интересно вот перманентный краситель может не справиться с этим может быть есть смысл использовать именно камуфляжные пигменты у кого какая палитра так вот моя девушка была с губами верхняя губа у нее была темная то есть мне нужно было работать именно с верхней губой в первую очередь как я это делала то есть в этом главное это техничность выполнения движение должно быть на месте на месте и практически никуда не сдвигаясь пока вы не увидите да после протирания да пока вы не увидите что у вас действительно есть такое сахарная намёточка да как сахарок на губах работаете в одном направлении как вам сказать вот в одном направлении вот так вот так вот так и идете до конца можно возвращаться назад если вы понимаете что вам нужно уплотнить но лучше двигаться по практически на одном месте совершая один и тот же штрих одной и той же длины да так чтобы это было подконтрольно для вас это на бумаге сейчас я покажу на коврике насколько прозрачно вообще цвет остается то есть он не должен оставаться плотно ни в коем случае то есть если вы его будете оставлять плотным то у вас не получится аккуратности вы можете перебелить губы на такое у нас например губа все этом цветом показывают тоже поэтому то есть выбрали например участок и набиваете его цветом тренируетесь так чтобы понять как губы должны цвет оставлять на какую вообще плотность нужно этот цвет укладывать и вот я хожу туда-сюда одной длины штрих ставлю затем проверяю все ли у меня с этим делом в порядке могу ли я красить по всей губе могу ли я вообще это делать потому что новичка да кому я вообще адресую свои рассказы или с малым опытом очень непонятно становится работа на губах потому что они не контролируют закрас вот я стираю например я вижу что у меня очень такой равномерный плотный слой на губах я что могу увидеть на губах если я растяну сейчас я на камеру покажу вот если я на губах растяну кожу то я увижу что там у меня такая идет наброска цвета если вы через несколько как бы через минуту работы не видите ничего значит вы не красите вот и продолжайте делать все то же самое накладывать все тот же слой или подложка вам нужно вы все равно накладываете один и тот же слой я сейчас вот специально двигаюсь но я двигаюсь очень быстро потому что это коврик он очень впитывает в себя быстро краситель вы видите что я работаю без контур на нет нету контура а если вы хотите создать контур то его тоже нужно отрегулировать его нужно сделать в первую очередь сначала пробно да то есть поставить несколько штришков раз два три потом его нужно стереть и посмотреть если у вас остается сильная линия значит нужно уменьшить нажим да то есть если у вас линия не остается значит нужно увеличить натяжение кожи в этой зоне и пойти аккуратно дорабатывая всю поверхность поэтому лучше начать с тушевания не трогая всего эскиза так чтобы не стерся эскиз как эскиз чтобы не стереть если вы еще не почувствовали глубины то лучше его стереть в каком-то одном участке поперек а все остальное оставить чтобы вам было легко взять вот так вот и восстановить контур соединив один край оборванный с другим если вы будете работать в каком-то участке где перелом перегиб то вы там не сможете восстановить это будет ну как бы ошибка и это будет потом потерянный эскиз вот поэтому двигаться лучше по контуру очень медленно и не торопясь главное слушайте да то есть что вы делаете затем дошли до излома как бы купидона доску в их выпадок купидона вот это арка вот что с ним делать здесь я часто очень люблю подставить пальчик сейчас я вам установлю по поэтому удобно люблю так вот подставить пальчик под арку до купидона то есть установить палец и уже идти краем так чтобы мой палец до находился рядом купидон фиксировал линию контура фиксировал линию моего эскиза да и иду вот очень-очень медленно вот видите я фиксирую возможности если фиксации этой нет да если нет вот этой фиксации то вы можете опять же неровно нарисовать вот это место красивое да вот этот арку купидона можно ее испортить поэтому лучше ее фиксировать если вы ее правильно красиво отрисовали не торопясь двигаться слушать каждую точку которая игла оставляет при попадании в кожу вот медленно медленно дошли развернули руки да и поставили себе в другом направлении в обратном чтобы вам сподручно было выходите прослушиваете все вот можете отойти но отпустить до посмотреть все ли у вас на месте весь ваш эскиз на месте вы идете по нему и возвращаетесь до к этому месту я учусь вообще на глаз рисую мне нет эскиза вот и идете медленно очень рекомендуется делать наклон чтобы убедиться что вы ничего не потеряли периодически делаете проверку поперек вытерли проверили на месте проверили еще раз да на месте и идете дальше например с этой стороны вам видно что у вас эскиз как у нас тут получается вам видно что у вас эскиз с этой стороны например ну прорисованы вам удобно то вы с этой стороны уже вот так идете палец можно подставлять можно как бы ну кожу подгибать если нравится вот мне нравится вот такое положение как бы я кожу немножко под палец под рисунок подставляю вот вот таким образом у вас контур весь останется с первого раза никуда не денете самое главное работать очень очень поверхностно так вот с этой стороны да то есть вы укладываете в одну линию идете укладываете тушуете 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 на себя на одном месте стоите все у вас однозначно какое то полотно получится это все светлый цвет он должен быть очень прозрачным вот потом вы когда вы уже получили определенное полотно на этой стороне после этого можно как бы перейти на вторую сторону почему потому что вы сможете сравнивать первую вторую половину губ и как бы будете очень так равномерно до цвет получать то есть вы не главное его растянуть вот пальцами да и посмотреть если там цвет и главное можно так растянуть посмотреть что вы увидите вплоть вот плотность точек если плотность точек будет очень слабая то вы поймете что с этой стороны вам тоже нужно выполнить такую же плотность либо повторить еще один слой здесь да потом уже проходить то же самое но для равномерности рисунка всегда хорошо работать именно внимательно не отвлекаясь слушая вот на то как у вас рука стоит у всех по разному то есть кому-то удобно кому-то неудобно делать штрих от себя почему от себя потому что здесь то вы тоже от контура делали здесь вам тоже придется делать от контура поэтому тренируйте руку на работу именно от себя штрих он такой не очень сподручный не очень удобный но он будет у вас повторяться то же самое что и здесь потому что от контура сильнее нажим да а здесь если вы пойдете на себя то у вас будет нажим сильнее из центра губы и вы на вылет сделаете этот край поэтому здесь лучше конечно работать повторяя такую же собственно принцип до от самого контура и длину штриха сразу выбирайте одну то есть лучше потом расширить например да сначала опять же еще раз проверили укладывается у вас цвет укладывается а значит идете дальше можно сразу поставить правильное положение потому что здесь у вас например штрих дойдет до самого когда серединочки он он пересечет со штрихом который шел с той стороны поэтому лучше чтобы это было равномерно правильный наклон такой же как и здесь поэтому только из уголка вышли уголок сделали уплотнили да потому что уголок всегда поплотнее надо а потом вышли уже работаете в том как бы наклоне в котором у вас был штрих здесь чтобы две одинаковые картины получать вот дошли до серединке если нужно повторили еще раз или вернулись обратно с тем же штрихом только обратно я еще делаю расширение у меня придет сначала короткий штрих идет сначала короткий штрих а вторым слоем я иду штрих который перекрывает короткий выходит дальше то есть более длинный штрих сначала более короткий потом более длинный тогда здесь получится плотнее а там будет прозрачней вот но работать на губах вот именно в двойном штрихе в таком не всегда надо если у вас светлый цвет то лучше вообще в одном штрихе уложили вот цвет и все и он у вас вышел вернулись на ту сторону которую вы сделали первой проверили после анестезии где какие пробелы заполнили да очень прозрачным все добились равномерности натягивать кожу натягивать кожу натягивать кожу проверяйте если у вас равномерность до везде и все вот это первый слой осветления вот после первого слоя осветления у вас губы в принципе выглядит такой припорошенные да то есть нет цвета вот а со второго слоя можно уже переходить на цветность но перекрывать уже большим штрихом полностью все или забивать как бы цветом плотно 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 ну как бы на длинный штрих или поперек некоторые любят поперек поперек да это наоборот на себя вот либо от контура кому как удобно но самое главное во всем этом рассказе то что вы двигаетесь всегда в одном и том же штрихе по длине да выбирая себе штрих одной длины то есть выбрали вот одну длину и одну скорость движения на себя если вы будете двигать слишком быстро то у вас будут получаться про светлые пятна если вы будете слишком медленно то у вас здесь будет темное пятно здесь будет светлое поэтому если взялись самого начала самого начала взяли и пошли то есть от себя ли к себе или да или вы с другой стороны садитесь от клиентки может вокруг нее крутитесь кому как удобно в любом случае вы взяли и пошли самого самого начала на одну длину штриха и пошли на себя и почти не сдвигаетесь с места если вы красите плотно если вы красите вуально как вот забеление я сейчас рассказываю то лучше двигаться достаточно динамично и при этом следить все ли действительно у вас прокрашивается вы не по верху и скачете да то есть если у вас прокрас но равномерные возвращаясь покрываете второй длиной штриха или там третьей длиной если нужно как обычная тушевка да то есть вы в результате получается равномерный просто такое полотно ну как бы да просто полотно такое главное здесь во всем этом тренировка руки тренировка просто руки и техничности вот этого рисунка ладно это все как бы понятно технику у всех разное смотрите вот если у вас получается так что сейчас я камеру верну на место в чем вся проблема в том что если у вас например пока с техникой не очень хорошо то есть вы не можете никак получить вот равномерный закрас то нельзя брать вот эти вот цвета на основе белил потому что пятна получаются тоже за белки вот этой то есть они дают потом какую-то серость на или могут давать просто более плотный цвет например вы сделали светлым цветом да вот например свет вам каким-то именно для высветления для хайлайтера да вот здесь когда вот выбеливается зоны всякие блики то есть вы взяли сработали этим цветом неравномерно в результате у вас естественно будут потом неравномерные серые пятна которые от солнца посереют там пожелтеют и так далее то есть в этом плане светлые цвета вот эти оксиды белый да они опасны почему я вам рассказываю про высветление губ и говорю что здесь очень важно именно техника поэтому сядьте и если у вас действительно в этом есть проблема взять и просто попробуйте себе на как бы свою руку до в одном направлении вот если бы это были губы до в одном направлении равномерность потом сесть и от себя другую сторону дата которая от себя потушевать ее от себя это даже можно делать карандашом то есть например вы поставили как бы себе цель что вы хотите научиться укладывать легкие равномерные вуали да это но вот я вам сейчас про это рассказываю почему потому что мне например интересно на направлении вообще камуфляжей поэтому я сейчас мысли в этом направлении вот поэтому я рассказываю наверное больше про эту тему потому что уже много что рассказала вот и как как вот вы например вы все шагаете можно сказать вместе со мной я то что куда иду я что я для себя открываю то я рассказываю вам да то есть вы заметили что я не веду каких-то там однотипных вообще роликов да или каких-то эфиров однотипно где я сижу выполняю какую-то одну и ту же работу да то есть мне интересно с вами динамично делиться тем что у меня происходит в моей практике и мне как-то в эфире ой мне как-то в ютубе написала одна из моих наверное зрительниц коллега о том что я очень смелый человек который вообще показывает свои ошибки вообще на весь мир так вот мне хочется сказать а кто из мастера вообще существующего на свете работающего скажет что у него нет ошибок или у него нет сложных ситуаций или у него нет ошибок вообще которые он потом исправлял или он где что-то попробовала у него не получилось или наоборот получилось дело в том что мне кажется что я отражаю вообще